Всем привет, друзья! С вами снова Александр и хочу поздравить вас всех с наступившим уже новым 2022 годом. Я очень надеюсь, что этот год будет все-таки, скажем так, принесет нам больше хороших новостей, чем плохих. 2021 был такой себе год. Хочу пожелать крепкого здоровья вам всем, сейчас это очень актуально. И чтобы все выровнялось, все наладилось, и мы, как говорится, в будущем зажили хотя бы как в прошлом. Удивительно, да? Вот. Ну, сегодня мы с вами будем изучать кресло от компании Ricara. Моделька называется Monza Nova Evo SF. Это 2-3 категории от 100 см до 150 см. И сразу хочу пометочку. Многие, когда ребенок у них вот в первой категории, он там где-то 92 см ростом, особенно это зимой часто бывает, в куртке типа не помещается, хотим уже в 2-3 категории пересесть. Но на самом деле нельзя, потому что важен рост. Здесь ребенок пристегивается в кресле автомобильным ремнем, не пятиточечным. И важно расположение ремня по высоте. И когда ребенок 92 см, ремень на горле. Это опасно. Поэтому они от метра и выше. Раньше, чем нужный рост, нельзя им пользоваться. Собственно, Ricara Monza Nova по безопасности. Давайте сразу скажу. Ну, начнем с того, что это Ricara. Ricara одно из лучших вообще предложений на рынке. В принципе, это премиум сегмент. По безопасности у них всегда очень хорошо. Они всегда используют самые эффективные системы безопасности. Очень сильно, кстати, увеличена боковая защита. Здесь даже каркас сделан вентилируемый, чтобы ребенок даже меньше прел летом. Ткани, кстати, здесь абсолютно прикольные, мягенькие, тактильно приятные. Вот эти ткани, кстати, очень долго живут. И даже через 5 лет такой нормальной эксплуатации. Оно не выглядит, как ушатанное какое-то там кресло из такси. Поэтому вот молодцы. Делают качественно и хорошо. Ребенок, я уже говорил, от 100 сантиметров. И используем мы взрослый ремень. Кресло, кстати, имеет систему Isofix. В данном случае это как доп-крепление. Основную роль по безопасности в любом случае играет взрослый ремень. И я вам сейчас покажу, как правильно пристегивать ребеночка. Все идентично креплению, как вот вы себя пристегиваете в автомобиле. Все здесь делается точно так же. И я говорил, что важна высота, потому что ремень проходит в направляющем, в подголовнике. И если ребенок ниже, ремень будет на горле. И когда вы регулируете высоту подголовника, учитывайте этот момент, потому что если вы его приподнимете, опять же ремень сдвинется к горлу. Вот расстояние от подголовника до плеча не больше двух пальцев. Старайтесь придерживать не меньше одного, чтобы ему элементарно не давило. Поэтому вот это вот правило золотое и не пренебрегайте им. Еще смотрите, ребенок часто пока вы едете, играется и вот этот верхний ремешок может вот так вот сделать. Ну там юлозит что-то, приглядывайте, чтобы вот этого не было, потому что он автоматически взвинется к горлу. Он должен проходить снизу и идти вниз, а не вот сюда. Поэтому вот этот момент следим и все будет хорошо. Так, вытаскиваем. Я сейчас пристегну его на изофикс. Кстати, вы без изофикса, если у вас спереди нету, что скорее всего так и есть, нет изофикса, вы можете спереди ставить это кресло на переднее сидение без изофикса. Просто поставили, вот так пристегнули ремнем. Я вот так на юга ездил, старшую посадил впереди. Ей было интересно смотреть на все это, как говорится, по дороге. И она получала удовольствие. Вот, кстати, запас роста в кресле до 150 сантиметров. Вот наша вся высота. Подголовник регулируется с помощью вот сзади кнопочка. Вот, все элементарно. Так, изофикс. Ну, он у нас заезжает-выезжает. Все очень просто. Защелкнули. Щелчок. Щелчок. Чтобы снять, здесь есть такие веревочки, за которые дергаем, оно отстегивается. Что касается, кстати, наклона. У спинки есть свободный ход. Вот она примет положение спинки автомобильного сидения. Хотя в некоторых автомобилях слишком сильно нагибается задний ряд. Тоже учитывайте это. Не нужно сильно наклонять. Немножечко, там, в пределах 5 сантиметров, можно там чуть-чуть сыграть. Прокинуть слегка. Вот. И спокойно ребенок в положении отдыха, скажем так, ездит. Просто, опять же, если вы слишком сильно наклоните, ремень сдвинется на горло. Опасно. Делать так нельзя. Вот. Собственно. По большому счету, все, что хотел вам рассказать, я вам рассказал. В 2-3 категории сильно много не расскажешь. Но в двух словах. Рикаро. Очень-очень хороший бренд. У него, ну, что не кресло, так очень интересный продукт. Они молодцы, делают классные варианты. Я ездил тоже, не я лично, я ребенка старшего возил в Рикаро Монзи. Я часто меняю кресло, пробую разные варианты, чтобы потом уже, как бы, наглядно, имея опыт, вам о чем-то рассказать. В таком кресле я откатал около трех месяцев ребенка. Как раз-таки это было в летнее время. И скажу смело, мне очень понравилось. Ребенок особо не прел. Долго сидел, ничего его там не затекало. Посадка тут реально такая. Трон. Царская посадочка. Я ее называю. Хорошее сидение. Длинное сидение. Ножки особо не затекают. Мы в дальней поездке в 2-3 категории часто еще под ноги даем ребенку детский чемоданчик, чтобы ноги не висели, а на что-то опирались. И тогда вообще можно ехать часами, сутками, и все будет нормально. Поэтому, исходя из опыта, могу сказать, что суперское кресло, тем более по цене и качеству, это еще учитывая, что это премиум сегмент, это суперское предложение. На них часто акции бывают. Пройдите внизу, ссылка на мир автокресел будет в описании и убедитесь. Там очень часто бывают предложения интересные. Ну, я, собственно, все, что хотел рассказать, вам рассказал. Вам хочу пожелать удачи на дорогах. Если было интересно, ставь лайк, подписывайся на канал и удачи на дорогах. Пока.